МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Предстоящий закон о статусе учителя стал настоящим подарком для казахстанских педагогов. Об этом заявил министр образования Ирланд Сагадеев в ходе встречи с карагандинскими учителями. Аварийный дом по улице Ермекова наконец-то отремонтируют. Обшивку дома восстановит одна из строительных компаний города за счет внебюджетных средств. В Шетском районе состоялся турнир под дзюдо, посвященный памяти мастера спорта по самбо Айдена Аманбаева. Побороться за призовые места приехали спортсмены из семьи Астаны и Кыргызстана. В поселке Жайрем строится новая мечеть на 320 мест. Строительство финансирует Жайремский горно-обогатительный комбинат. Аким Карагандинской области в ходе рабочей поездки посетил некоторые социальные объекты региона. Общая стоимость строительства новой мечети составит более 870 миллионов тенге. В проекте здания предусмотрены два купола и два минарета. Отдельная столовая для поминальных обедов, отдельное помещение для омовения. Окружающую территорию также благоустроят. В старой же мечети расположатся учебные комнаты и библиотека. Также благодаря финансированию со стороны Жайремского горно-обогатительного комбината в поселке ремонтируют дом культуры «Горняк». Закуплены 400 театральных кресел. В этом году установят модульную котельную. За счет бюджета в доме культуры будет установлен LED-экран. В ДК «Горняк» работает филиал школы искусств и музыкальные классы по баяну и дамбре. А также дополнительные образовательные курсы по изучению ментальной арифметики и английского языка. По просьбе местных жителей в Доме культуры был образован зал хореографии со станками и зыркальными стенами. Подопеченные дворца успешно выступают на разных площадках страны. Для маленьких жителей поселка Жайрем созданы условия не только для творческого развития, но и для полноценного образования. В марте Акимат Каражала и фирма «Каражал Оперейтинг» подписали меморандум о проведении текущего ремонта в школе номер 5 на сумму 17 миллионов тенге. На эти деньги отремонтировали фасад, построили котельную, подключили здания к системе водоснабжения. В классах сделали косметический ремонт, а также благоустроили территорию. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинский завод по производству арматуры будет поставлять шаровые краны для капитального ремонта нефтепровода в Атыраусской области. Соответствующий контракт был подписан 12 октября на территории специальной экономической зоны Сарарка. Нефтегазовая компания «Норд Каспиан Оперейтинг Компани» – это разработчики месторождения «Кашаган» в Атыраусской области. Кроме того, компания направляет все свои силы для максимального использования товаров местных производителей. На эту идею за все время было потрачено порядка 14 миллиардов долларов. Примечательно, что свою продукцию предоставляют многие карагандинские предприятия. Ежегодно мы у себя в области подписываем контрактов по местному содержанию порядка на 100 миллиардов. В текущем году мы планируем преодолеть эту планку. Впервые мы выходим на цифру 104 миллиарда тенге. Если брать специальную экономическую зону, то компания «Бемер» – одна из первых инвесторов здесь на специальную экономическую зону с первых годов ее образования. Этот проект у нас здесь открылся. Иностранный инвестор. И нам очень отрадно, что сейчас, по истечении нескольких лет, компания «Бемер» выходит на нефтегазовый сектор. Здесь же состоялось подписание меморандума по вопросам местного содержания между акиматом Карагандинской области и нефтегазовой компанией. Гости отметили, что этот документ открывает новые рычаги взаимодействия, опыт которого будет использоваться с другими областными акиматами. Эта работа проводится полномасштабно в разных направлениях. Самое главное направление, на мой взгляд, является то, что мы должны своих поставщиков готовить. То есть они должны знать, какие у нас требования, какие у нас используются стандарты. Для этого мы выезжаем, мы делаем экспертную оценку, техническую оценку готовности этих предприятий. По необходимости мы помогаем им сертифицироваться, как на уровне ИСО, так и на уровне сертифицирования. Это American Petroleum Institute, это американский нефтяной соц и АСТМИ. В завершении нынешнего визита был подписан контракт между нефтегазовой компанией и карагандинской фирмой «Бемер Арматурин Казахстан» на поставку 225 шаровых кранов для предстоящего капитального ремонта нефтезавода в 2019 году. У нас последняя поставка, по-моему, в марте. Будем работать где-то, у нас параллельные другие заказы будут. Будем где-то месяца 3-4. По-разному. Еще преимущество такое, что мы вышли на комфортамент для нас в форму работы. Это нас не давят по срокам. Обычно же мы работаем сейчас много по ЖКХ, у нас, к сожалению, по ЖКХ так вот. Сегодня да и это самое. А здесь у нас есть именно разгон, нормально отработать хорошо. Необходимо отметить, что центральный офис компании «Норд Каспиан Оперейтинг Компани» в 2016 году посещала делегация из 30 товаропроизводителей карагандинской области. Именно тогда был заложен фундамент сотрудничества. По итогам проведенных работ за все время сотрудничества нефтегазовые компании от Ираусской области заключили контракт с карагандинскими производителями на сумму более 11 миллиардов тенге. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганду с рабочим визитом приехал министр образования Ирлан Сагадиев. В рамках рабочей поездки высокопоставленный чиновник посетил детский сад «Колобок», школу-интернат для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и карагандинский технико-строительный колледж. Министр не только ознакомился с работой указанных образовательных учреждений, но и разъяснил карагандинцам основные положения послания главы государства. Свой визит в Караганду министр образования начал с посещения дошкольного мини-центра «Колобок». Здесь обучаются около 200 детей. В центре разработана методика работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Имеется зал интеграции, сенсорная комната, зал лечебно-физической культуры. Ирлан Сагадиев отметил, что необходимо улучшать условия для инклюзивного образования. Министр также подчеркнул, что данный шаг потребует подготовки квалифицированных кадров. Мини-центр «Колобок» в свою очередь выразил желание поделиться опытом с другими дошкольными учреждениями. Все-таки мы, наверное, здесь будем лучше выглядеть и лучше давать профессиональное подготовление и практикоориентированное. То есть инклюзивное надо из Орлео забрать и раздать по... Не забирать, а конкурентную среду. Да, дать конкурентную среду. Хорошо, чтобы вы могли здесь так же заниматься, готовить подготовку. Ну, в принципе, сейчас они готовятся к тому, что воспитатели будут готовить. То есть они учатые в год проходят у нас где-то 60-70 тысяч педагогов, учителей. Они с этой задачей, в принципе, справляются, но там обновленка. Теперь у них есть программа для воспитателей. Теперь мы закладываем деньги, чтобы начали готовить по всей стране воспитателей. Тоже на республиканском районе. Это лучше не передавать на места. Далее столичный гость направился в Карагандинский технико-строительный колледж, где увидел плоды эффективной работы по ведению инклюзивного образования. В учебном заведении созданы равные условия для всех обучающихся. Зоехал, опускаем. Абсолютно. Обязательно один человек сопровождающий. Я отсюда мой плод справляю. Так, сюда, в тюрьмочку. Обучение детей с особыми образовательными потребностями в колледже ведется с 2014 года. В настоящее время число подобных студентов достигает полсотни человек. Благодаря созданным условиям студенты колледжа совершенствуют свои знания, осваивают робототехнику, развивают творческий потенциал. Ирлан Сагадиев работы преподавательского состава и администрации остался доволен. Он подчеркнул, что программа, предусмотренная для особенных детей, поспособствует их успешной адаптации на современном производстве. Торжан Лянова, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аварийный дом по улице Ермекова наконец-то отремонтируют. Обшивку дома восстановит одна из строительных компаний города на внебюджетные средства. Дом 106А по улице Ермекова давно обрел известность из-за облицовки здания, которая слетает при сильном ветре. Жильцы неоднократно заявляли, что боятся парковать машины и отпускать детей играть во двор. Похоже, что многочисленные жалобы обеспокоенных карагандинцев все же заставили чиновников действовать. В рамках социальной поддержки города за ремонтные работы взялась компания «Атлант Билдинг». Мы любим наш город, и поэтому мы по мере своих возможностей принимаем активное участие в различных начинаниях Якимата, поддерживаем их, стараемся откликнуться на помощь. И по просьбе Якимата в рамках социальной помощи за счет собственных средств производим восстановление фасада данного дома. Работы будут произведены нами в кричащие сроки. Будем надеяться, что в скором времени фасад будет восстановлен. По словам Акима района имени Казбекби, приступить к ремонтным работам удалось только после оформления необходимых документов, таких как техпаспорт дома и земельный акт. Также был зарегистрирован объект кондоминиума. Примечательно, что помимо восстановления обшивки дома проведены и другие работы. В данном доме по просьбе именно городского Акимата ТО, СМК «Стройпром» проревизировали и ввели, прочистили все, что нужно, сделали, канализационную систему этого дома. То есть вопросов по канализации сейчас нет. Далее, дворовая территория. Полностью восстановлено освещение дворовой территории. Ремонт здания планируют завершить до конца текущего месяца. А это значит, что жильцы дома 106А могут больше не бояться непогоды. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. 88 случаев дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Караганде за два дня. Связано это с ухудшением погодных условий. В этой связи областной департамент внутренних дел просит водителей своевременно менять шины и соблюдать правила дорожного движения. В этой связи водителям необходимо своевременно поменять резину и соблюдать правила дорожного движения. Около 250 единиц специальной техники будут работать на дорогах Караганды предстоящей зимой. Половина техники новая. Закуплено 26 тысяч тонн песко-соляной смеси. Предприятие «Тазалык-эксперт» провели традиционный сезонный осмотр техники и персонала. Коммунальщики заявляют, что к зиме они подготовились основательно. Карагандинские коммунальщики завершили подготовку к зиме вовремя. Закуплена песко-соляная смесь. Приобретена техника. Отвечать за порядок на дорогах в зимний период будут сотни человек. Об основательной подготовке к зиме рассказали специалисты предприятия «Тазалык-эксперт». Для борьбы с гололедом на дорогах подготовлено 26 тысяч тонн специальной смеси. Техника готова, переоборудована. Установлены уже механизмы, которые будут рассыпать песко-соляную смесь. Песко-соляная смесь тоже у нас готова. 26 тысяч тонн. Вы можете вот посмотреть, вот эта куча. Она уже перемешана с солью, готова к употреблению и к работе. О подготовке к долгой зиме рассказали и в управлении парками, культурой, отдыха и скверами. По словам главного инженера ведомства Алибека Мукашева, коммунальные службы не испытывают нужды ни в технике, ни в горюче-смазочных материалах. Все мы готовы, да, к зиме готовы, все комплектованы, все закупились запасными частями, без сейма все закупились. Людей хватает? Людей хватает. Проверить готовность коммунальных служб к зиме на деле удастся уже в ближайшие дни. Напомним, первый снег в Караганде выпал 13 октября. В последующие два дня произошло 88 ДТП. Торжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще в одном. В Четском районе состоялся турнир по дзюдо, посвященный памяти мастера спорта по самбо Айдына Аманбаева. Масштабное спортивное событие прошло в минувшие выходные в селе Аксуа-Юлы. Побороться за призовые места приехали спортсмены из семьи Астаны и Кыргызстана. Турнир по дзюдо в селе Аксуа-Юлы давно стал традиционным событием для жителей Шетского района. Масштабное спортивное соревнование носит имя Айдына Аманбаева, мастера спорта по самбо и призера чемпионата Азии по казах-куресе. Отец двоих детей скончался в 2006 году. С тех пор его друзья, родные и односельчане объединяют усилия, чтобы устраивать праздники спорта и здоровья. В этом году турнир обрел республиканский масштаб. Мы впервые проводим турнир на таком уровне. Обладатели призовых мест получат звание мастеров спорта. В этом году приехали спортсмены из Кыргызстана. Желание приехать в следующем году изъявили спортсмены из Узбекистана и Таджикистана. Поэтому мы планируем сделать турнир международным. В этом году в турнире приняли участие 180 спортсменов 14-15 лет. В весовой категории 46 килограммов серебро завоевал Мохамбет Даткин. Юноша занимается дзюдо около 7 лет. Мохамбет показал достойные результаты в прошлом году, но уже в другой весовой категории. Все свое свободное время юный спортсмен посвящает дзюдо. Шесть дней из семи я хожу на тренировки. Иногда учителя жалуются, что я не уделяю столько же времени урокам. Но я люблю дзюдо. У меня много планов на будущее. Сейчас я занят подготовкой к предстоящему чемпионату Казахстана. Судьи определили победителей в 10 весовых категориях. Их наградили медалями и ценными призами. В будущем организаторы намерены расширять масштабы турнира и привлекать для участия спортсменов из соседних стран. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болонстар. Редактор субтитров А.Семкин